Я очень благодарен, что вы мне напомнили, что сегодня 101-ая родовщина Октябрьской революции. Да, сегодня 25 октября, по старому стилю это как раз 7 ноября. События были, да. Я помню, когда еще был я в пятом классе или четвертом, написал этот стишок. 40 лет тому назад, когда отцы и наши братья, племя на голову проклятия аж гурадеров и палачей, далось совета воеванию. На зимний не двинулся народ и дал залп аврора, и понял тут капиталист, закрыта ли контора, которая не закрыта до сих пор. Хороший стих, но все с того времени поменялось необычным образом. Виктор, интересно, раньше это революция Октябрьская, или правильное слово переворот, слово революция с латинского, так называется переворот. Да, и Ленин так и говорил. Да, переворот. Это потом уже назвали великое Октябрьское социалистическое. Процесс развития, литература. Революция. А слово революция означает только переворот. А потом, когда дополнили это слово переворот, что такое революция, ну, в фонус смысле слова, да, в энциклопедии писалось, это коррели преобразования в экономической, политической и культурной жизни. А вот здесь мы находимся сейчас в геологическом музее, фактически мы как часть эволюции наблюдаем. Вот эти животные, не растительные, которые развиваются определенными эволюционными. У тебя и есть какие-то алгоритмы даже в этом. Да, но видите, тут слово революция, вот вы знаете, на Украине там, если кто-то не признает революцией видности, там говорят... Октябрьскую революцию теперь уже можно не признавать тоже. Да, не признавать, да. Но я вам о чем скажу здесь? Я вам скажу, что везде, вот Старик Атабыч, да, если вы помните, бородой, да. И он пошел на футбольный матч с Вольгой, да, и там зубилые торпеды играли. И он так смотрел, смотрел и говорит, а что они бегают там? Непонятно. Непонятно. Ни чего? Да, он говорит, за мячом. И вот тогда тох-тередох, и выпало там уже 20 мячей, и все футболисты начали гоняться за мячами. И тогда никакого уже футбола порядка нет, и система рухнула. Так вот, когда сейчас запускает революция бархатная, революция роз, революция весенняя, то есть смысл понятия революция меняется. Да, но я просто к чему хочу сказать, когда революции вот такое великое множество, они с разными такими названиями, то серьезного отношения нет, но он назвал революцией роз, революцией фиалок, революцией еще чего-то. Да, да, как это нормально. А вы как ученые правильно обратили внимание на эволюционный процесс исторический, да? Да, и вот кто начал это разрабатывать, классики, классики. Мы говорим, и в общем-то в советской исторической науке для Виктора установилась такая приемолинейная схема, да? Помнится, помнится, начиналось все с первобытного общинного строя. Да, вот идет первобытный общинный строй, потом бах! Рабовладейческий. Рабовладейческий строй, бах! Революция. Передавая стадия. Передавая стадия. Там бах, да? Капиталисты появились? Капиталисты, потом бах! И вроде как бы коммунизм должно быть? Да, коммунизм, да. Какой-то социализм появился. Потом с человеческим лицом. Потом развитым. Потом какой-то усовершенствованный. А потом мы его заели и он распался. И вообще. В 91-м году. И выбросили и Маркса, и Ленина, и Маркса выбросили, и Ленина, и все их труды. И появилось множество этих революций и научного подхода. Как Вы обратили внимание, эволюционно на это больше внимания. Внутри капиталистического общества, как это говорят. Вот еще. Маркс называлась революцией еще локомотивами истории. Потому что общественный организм, да, общественная система притяглась вроде революции от одного состояния к другому. От первобыстного к рабовладельскому, от рабовладельскому к феодальному. То есть от феодального капиталистического. То есть какое-то постепенное, поступательное что-то. Развитие. Развитие. Ну и вот это развитие, вообще-то говорят, мы не можем его отрицать. Оно действительно так и. Он был очень наблюдательный, аналитический. Развит. Оно действительно так и было. Смотрите, века не сработала схема коммунизма, нет? После капитализма должен был наступить коммунистическая информация. А мы сейчас считаем, что наступил только социализм, какой-то такой вялый капитализм. Нет, тоже отказались, ничего нету. Порубили в шефте, нету. Не получился коммунизм. Капитализм, да. И все сейчас против коммунизма? Против коммунистической партии запрещена. Запрещена, нету тут ее у нас в Украине. Маркса, Ленгиса, Ленина. Векенштейн, Векенштейн. И вроде как и нет. А вот линейное вот это вот развитие, которое он предложил, вроде как осталось. Старая схема, да. Старая схема. Она во-первых, как говорят. Втутык. Втутык. Да. Кому-то не получился. Не получился. Втутык. Теплород. Да, да, да. Да. Потом после теплорода наконец-то ввели понятие, что тепловая энергия. Да. А вот в обществе тоже есть какая-то энергия? Есть. Безусловно, конечно. Все наше общество, что это часть мира материального и духовного, в котором происходят процессы, да. И нам главное улыбить вот этот процесс. Установить алгоритм. Но вот сейчас говорят все-таки тренеры. Сейчас основная такая финансовая энергия. Сколько у вас в кошельке от этой энергии человека двигается? Ну, это понятно. Вы знаете, что все зависит от количества энергии, да. Оно определяет силу движения. Да. И чем владеет человек, тем быстрее может двигаться. Да. Если вот камень в состоянии равновесия, он не подвижен. Правильно? Если бедный человек нищий, он тоже вот тут мусорника ходит, туда все оторваться не может. А если человек богат, то начинает путешествовать в одну, в другую, в третью. Ну да. Его количество энергии просто увеличивается в тысячи раз. Ну, я скажу, что как нужно, значит, мы должны с вами, как ученые, и вы, как талантливые ученые, я предлагаю посмотреть на развитие общества. Скроем сквозь глубину веков. Начнем с первобытной организации. На ту же Октябрьскую революцию, как на волновой процесс, чтобы обнаружить алгоритм. То есть, надо иметь какой-то основной закон, две классовые борьбы, которые работают. Макс предложил классовую борьбу. Классовая борьба, она не выдерживает критики, поскольку он говорил, что рабовладельческая борьба идет между рабами и рабовладельцами. Рабовладельцы терпят крат, следовательно, в классе должны прикинуть. И при этом он говорил, что основной двигающей силой будет развитие производительных сил. Да, да. Но мы знаем, что рабы, они не стали обществом. Они не стали развивать. А это семиодальное общество. Противоречие между крестьянами и помещиками. И крестьяне не стали распознавающим классом. А потом мы видим Октябрьскую революцию. Рабочий, вставай рабочий, война началась, поход забирайся. И какая-то маленькая часть только перенесилась на вершину. И мы видим, что рабочие не стали распознавающими силой. А распознавающие осталось государство, как большой капиталист. Распознавающий класс, как было и осталось. Потому что переодеваться. Но, во всяком случае, общество коммунистического, равномерного, равновесного не получилось. А производительные силы? Какие же здесь производительные силы? Да. Он говорил, что, как совершается революция, есть производительные силы общества, определенный уровень их развития. И этому уровню развития соответствует производственное отношение. Вот, допустим, вы одеты, да? Если снять вас одежду, вы будете производительные силы, да? А одежду, которую вы носите, это производственное отношение. Вот вам 5 лет вы одеты в одну одежду, да? Организм растет. Развиваемся. Значит, вам нужна новая одежда. Вам 10 лет нужно перешить одежду. Вот, допустим, вам уже 20 лет старая одежда детства, когда трещит, нужно перешить. То есть, таким образом он говорил, что революция, она приводит к гармонии производительных сил и производственных сил. То есть, главное, чтобы косметички. Да, да, да. Ну и было за что его приобрести. Да. Ну вот, Ленина поставила в тупик такая задача. Он взялся на борщую лоб и говорит, батенька, что же оно такое? Я – исполнительные силы. Ну, потому что в каждом обществе они разные. Да. И что он начал считать Россией? Лошадиные силы. По лошадям Россия была впереди его. После него стали считать с 14-го года, да? Или он уже начал? Да, да. Вот, ну, потом начали считать в 13-й год, да. До военной. Первой и первой войны. Но, в всяком случае, он начал считать лошадей. Впереди планеты света. А вы помните? Он посчитал лошадей, было много аккомплитных. Не наступил даже при всех усилиях. Впереди Ленина было в отмене денег. Да, и тогда отменяли деньги, и было равномерное распределение. Да, но оно кончилось право. Но это была государственная коммуникация. Да, они потеряли в том отмене. И возвратились назад. Да. Которое название новой экономической политикой. Новой экономической политикой. Но вернулись торгово денежным. Торгово денежным. Да. Значит, мы говорим о том, что распределение. Ну, чтобы распределить, можно произвести. Кончили, а производство рухнуло. Его не было. Проводили экспроприации. Когда, в общем-то, все распределили. Все, что можно было. Ну, общество потом воспрямо вот. Да. И опять вернулись торговли. Довародели отношения. Да. Составляющие скультюры постепенно изменяли. Мультифицировали. 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 В конце концов, ее просто выбросили. Ну, она мультифицировалась все-таки. Сколько? 70 лет. Как-то пожелала. Да. Скажу вам, что бывает, говорят, в воду, когда выкрёшься, да? Выпросили ребенка. Выпросили ребенка. А ребенок, когда было диалектическое. Подход к решению вопросов. Да, да. Просто методически правильное решение. Задача надо было поставить. Что же, какой главный закон лежит в эволюции, да? В развитии общества. Не только в обществе. Но и всего материального мира, да? Так вот, физик и философ Анаксабор Кэмст написал, что в материи существует только один вид состояния, к которому она стремится всегда. Это равновесие. Равновесное состояние. Да. Отход от этого состояния вызывает асимметрию. А асимметрия, да? Асимметрия вызывает движение и энергию. И движение направленное всегда в сторону раковесия. Это у прибавленности, а где-то должно быть убавлено. Это как майя. Раз, майя в левую сторону, дошел к крайней точке, идет, проходит точку равновесия и проскакивает дальше. И так же самое я предлагаю посмотреть, Виктор Войт. Да, у вас интересный такой график, и мы здесь даже в процессе дискуссии, мы его поближе покажем. Да, вот эта линия горизонтальная, это есть уровень развития производительных сил или уровень. Что такое уровень при строительстве? Да, у нас есть линейка с пузырьком воздуха, которым устанавливается равновесие. То есть без уровня ничего не будет. Вот это равновесное состояние общества, и есть уровень развития производительных сил. Это не так, как смотрели большевики, количество лошадей, количество химических заводов, количество электростанций, да не имеет никакого значения. Уровень производительных сил означает их равномерное распределение внутри общества, чтобы каждый член общества имел доступ до производительных сил. То есть сил, при помощи которых он производит свою жизнь, и своей семьи, и в конечном итоге все вместе производит жизнь в общества. Но у вас график в виде такой плавный синусоид, или? Да, а тут мы видим асимметрию. Мы же говорим, в природе есть только один состояние, в котором мы стремимся всегда, это состояние равномерное. Отклонение от этого состояния, вот эта линия у меня вертикальная, это асимметрия. Фактически это развитие производительных сил. Асимметрия общественных отношений. Получается так, что общество, оно отклоняется от состояния равновесия, достигает пика, происходит революция, по той или другой причине оно выходит из состояния равновесия, и общество идет назад. Восстанавливается некоторый период стабильности, равновесия. Счастье и благополучие. Благополучие, которое называют гармонией общества. Идет расцвет культуры, идет расцвет искусства. Да, да. Здесь мы даже рассматриваем сначала переход от первобытной общины к армологическому. 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 Вспомните греческую философию. Это действительно было рассвет. Армологическое городское государство. Да. Ораторское искусство, культуру, скульптуру и все остальное. Сейчас у нас подход, что уже рабовладение, демокричное, ужасное. Да. И вот это период стабильности. А производительные силы были рабы. Да. А в обеспечении рабы распространялись равномерно. Более менее. Всех свободных людей. Да. Они были небольшие. Города-государства. Более-менее все имели рабов. Да. А потом же кто-то имел рабов больше. Тысячу, две, тысячи, три. Были огромные владельцы. И это рабовладельское общество выходит из состояния равновесия. Поверь вниз. Да. А тут же закон мы говорим космический. Отход от состояния равновесия вызывает энергию и движение, направленное всегда в сторону равновесия. И вот идет опять движение в сторону равновесия. Раз. И тут идет период, сила которая это уже феодалы и крестьяне. И вот уже наступает феодальная эпоха. И в этой феодальной эпохе опять восстанавливается равно. Да. Обреденный период равновесия. Да. Равновесие. И развитие. И земля, да, и крестьяне, средства производства и производительные силы крестьяне равномерно распределяются среди господствующего класса, класса феодала. И опять начинается общество, развивается культура, развивается искусство, военное искусство и так дальше. А после чего опять происходит дисбалар? А, да. Дальше потом происходит. Опять кто-то начинает тянуть на себя одеяло, да. Мы, как видим, всегда выходит общественное состояние, когда господствующий класс имеет возможность происходить побольше материальных ценностей или производительных сил. Тех же крестьян. Крестьян или рабов. Да. Производительных сил. И таким образом общество выходит из состояния равновесия, опять происходит революция и дальше. И так, уважаемые друзья, уважаемый Виктор, мы видим волновое что лиги, волновое развитие. Отход состояния равновесия, тут не имеет значения. Мы говорим, первобытое общество ни разу. Не важно. Уровень. Уровень выше любого общества заключается в равномерном распределении производительных сил. Пусть это будет феодальное общество, но если силы распределены равномерно. Можем ли мы считать, что производительные силы и производительные ресурсы? Ну, мы смотрим, да. Вот допустим, если взять современное, вот вы правильно заметили общество, сейчас идет борьба за ресурсы. Да? Фактически. Здесь мы уже переходим в тот этап. Мы говорим, да. Вот почему нарушилась равновесия в мире. Америка точит зубы на Россию, Россия точит зубы на Америку, Америка точит зубы на Китай, потом точит на Сирию, там, да, да. Многие сейчас Саудовская Аравия какие-то. У всех производительных сил, они локализованы внутри государства. Да. Мы говорим о том, что ресурсы земли изгощаются. Сейчас у нас глобальное общество, глобальный общественный организм, а ресурсы у нас частные. Да. Монополия принадлежат или отдельным монополиям государства, допустим, Гастрон. Самые богатые запасы газа, нефти, там, или Саудовская Аравия, да. Чтобы не ставить мир на грань войны, следует произвести обобщисление природных ресурсов земли. Не могут природные ресурсы земли принадлежать той или одной нации, той или другой стране. Это достояние, как и воздух, всех людей земли, всех стран. Следует, вот как сейчас в Европейском Союзе, общая валюта, общие границы, общее законодательство, общее правительство. Следующий шаг – это общие ресурсы. Требует сознательно взять этот алгоритм развития. И мы можем управлять ресурсами для того, чтобы не допустить краха общественной системы, уничтожение всей вообще планеты Земля. Но вот мы говорили еще о возможном мировом правительстве. Сейчас оно тоже как-то так подразумевает, что может быть. Сейчас мировое правительство собралось. Мировое правительство сейчас собралось и смотрят, какую очередную жертву съесть. Какие ресурсы новые получить. Для стабильности, да. То ли это вот СССР расчинили, да. Там ресурсы могут попробовать. А вот и Россию, допустим, там ресурсов много. И каждый получит свое. Или там Ярославию, допустим. А в позитивном ключе? Это когда волки собрались и говорят, ну, давайте больных обествуем. А больные овцы – это слабое государство мира. Украина, допустим, сейчас считается самым нищим государством Европы. Так что это нужно съесть самое нищее государство. Ну, это правильно. Но опасения такие существуют. Да. Но вот в том мировое правительство, которое бы осуществляло вот здесь вот переход к развитию... Мы говорим о стабильном развитии человечества. Следовательно, правительство – это должен быть совет всех стран мира, где мы выработали новую стратегию развития планеты и общества. На основании этого алгоритма, чтобы не допустить контрактации и атомной... Ну, или любой войны, которая производится для ресурсов ради обогащения... Для того, чтобы отдавать ресурсы от одних ресурсов с другими? Для национальной кооперации. Можно услышать у патриотов России – как это мы отдадим свои ресурсы? Но никто спрашивать не будет. Да не об этом речь идет. Не надо ресурсы отдавать. Ресурсы, они и на месте остаются ресурсами. Они как были в земле, так и не остаются. Нужно наладить сотрудничество между странами и новую мировую специализацию. Только и всего лишь. Тогда причина контрактации исчезнет. И когда исчезнет эта причина контрактации, тогда можно будет говорить уже о человечестве как едином организме и новой фазе, которую Марк и большевики называли коммунистической формацией. Может быть коммунальная общество? А так быть коммунальная собственность, собственно говоря. Это название коммунальной собственности. А мы будем говорить о равновесном состоянии. Равновесное общество. Все общество какое-то берет равновесное. Это было равновесие для одного класса, для одного исторического уровня. А мы говорим о равновесии человечества, о сохранении планеты Земля, о сохранении равновесия социального, морального, экологического. И самое главное, дорогие друзья, это духовно, потому что высшая духовность состоит в сознательном отношении к жизни, в сознательном устройстве улучшения этого быта. Ведь много ума не надо взять кого-то убить, растерзать, побросать бомбы. Разве таким образом решается задача стабильности, гармонии, уважения и любви? И мы не видим как раз сейчас того, что капиталистическое общество развивалось в каком-то позитивном ключе. Мы видим хаос. Как раз оно подходит к тому периоду какого-то пика, в котором накапливается только противоречия. Совершенно верно, накапливается противоречия, но уже сейчас мы видим уже в недрах этого хаоса стремление к стабильности. Вот этому возврату вот этого кризиса назад. Да, да, решить проблему. Сейчас я буду говорить о том, ну, мы долго уже, долго наговорили, начали в Артемской революции, но, дорогие друзья, главное, вот мы с Виктором Голом, в чем исходный оба, как ученые, в том, что открыт алгоритм развития общества, да, которые, как и все в природе, как воздушные массы, как материки, как птицы, как животный мир, как растительный мир, они отходят из состояния равновесия и приходят из состояния равновесия. Отходят и приходят. Но в природе все это происходит стихийно. Тут природа сама реагирует, да. Да, отход от состояния равновесия, это и в космосе, и планеты, и туманности, и астероиды, и метеориты, и звезды, все они несутся, куда? Только к одному, к состоянию равновесия. И поскольку мы спорим на небо и видим красоту неба, видим порядок, космос, только потому, что там равновесие. Потому что на данный момент мы видим гармонию. Да, вот как нам замечательно в этом планете, все вместе уже и люди, и природа, и мир. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вы выслушали наше рассуждение, а я благодарю Виктору, что именно он поднял тему эволюционного развития, об Октябрьском революции. Да, потому что так или иначе мы пережили этот промежуток этого общества, и мы видим, как-то общество меняется, но никто на это не обращает внимания. Дело же не в том, чтобы кого-то заклеймить там. А надо же немножко подключить мозг. Мозг, да, и посмотреть. Есть алгоритм развития. Что было до того, что сейчас. И как вы видите, революции, они возвращают общество к состоянию стабильности, а не к хаосу. Нет, которые говорят, надо избежать революции, избежать революции. Ну как это избежать? Фактически невозможно. Невозможно. Что такое революция? Это возврат к стабильности. Так что будем стремиться к стабильности и к развитию. И к развитию. К позитивному развитию. То есть к сознательному изменению, да, и управлению миром и ресурсами. И самим, самим и собой. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Смотрите, заходите на канал. Виктор Курцева. И Михаила Волгина. До новых встреч. До новых встреч. И приезжаю к Научно-природоведческому музею Национальной Академии Наук Украины. Приходите в музей, получите массу позитивных эмоций и впечатлений. До новых встреч на наших каналах. Надо, надо.